Здравствуйте! Сегодня мы с вами вместе попробуем сделать своими руками заглушку на трубу. Вот столбик у нас есть сверху, есть заглушечка заводская, есть заглушечка под маслом. Ну у нас вот, во-первых, есть столбы разного диаметра, это раз. Во-вторых, ну где я подберешь? Мы решили сделать следующим образом. Что мы берем? Вот, взяли, значит, кусочек материала, бумага плотная, картон можно, ну что угодно взять. Нам нужно что теперь? Вырезать вот такую окружность, чтобы вовнутрь ставить ее. Берем следующим образом. Можно обчертить, можно просто так вот приезжать сильно. Вот, приезжали. Есть вот отпечаток небольшой, появился. Но нам великая точность здесь не нужна. Если, допустим, мы сделали побольше или поменьше, это ничего страшного. Потому что мы будем, следующий этап будет запенивание. А для чего вот этот кругляшочек, для того, чтобы пена не проваливалась в трубу. Вот поставили, значит, смотрим. А, маленько здесь сделали побольше, значит, отпечаток будет неважно. Можно крандашом, ну, я сказал еще раз, что это, ну, дело поправильное. Вот мы прям по кругу, нажмецами обрисовываем. Так, вот, все вот нормально, вот входит. После этого, чтобы, значит, это наше изделие не провалилось, мы делаем вот так вот, проволокой. Вот один прокол, и здесь вот второй прокол. Сделали, сделали, сделали все. Значит, теперь визуально мягкая проволока. Делаем вот так изгибы. Здесь она будет, за это мы будем держать. Прогрешочек, когда его отпустим ниже. А когда уже запеним по краю, эту проволоку можно что, сделать, отпустить вниз. Или же можно, значит, нитку вставить, иголкой. Проколоть, можно и ниткой, ниткой даже, может, и лучше будет. Проколоть, потому что она держалась, вот. Видите, вот. Вот она держится. Все, держится нормально. Значит, что теперь отпускаем ее сюда. Значит, вот отпускаем эту заглушечку. Ну, далеко не надо. Пускай сантиметра. Два, три. Хватит. Вот, видите, вот эта проволочка, мы ее что. Она и так вроде не падает, но проволочка поддерживает. Берем пену. Только вставили. Вот ее прихватываем чуть-чуть. Ничего-то не очень идет. Сейчас пойдет. С одной стороны прихватили. Вот так с этой стороны. Значит, и с этой стороны. Два немножко. Даже, наверное, глубоко. Вот. Прихватили. Надо минут пять-десять дать ей отдохнуть. Отдохнуть. Чтобы она прихватилась. Но хотя... Ну, нет, еще маловато. Вот. Убираем сюда. Убираем сюда. Убираем, пошла. Так. Пистолет только вставили. Там еще промывка старая осталась. Ну, пускай маленько прихватится. Подождем. Чтобы проволоку убрать. Подождем. И вернемся сюда через 10 минут. Так вот, вы видите, что затвердел уже пенопласт. Здесь полости получились. Проволочкой я уже утопил ее, то есть ее нажал. Она упала. Она ни к чему. Сейчас что делаем. Сейчас мы дополняем вот эти проемы все. Заполняем. Потом даем... Подождем где-то часа полтора-два. Она полностью застынет уже. Мы ее срезаем, выравниваем. И гидроизоляцию проводим, значит, специальной мастикой. Ну, попробуем дальше. Вот, чуть-чуть побольше можно. Ничего страшного. Но здесь нам тоже идеально делать не надо, потому что сверху будет мастикой. Вот, пожалуй, и все. Вот на этом этапе пенопластом... На этом этапе работа с пистолетом закончена. Вот мы, значит, пена высохла. Сейчас берем ее, срезаем ножом. Вот, видите. Срезали ножом. В принципе, ровно получилось, да? Но для того, чтобы закрепить успех, вот у нас есть такая штука, называется, So-Duff, гидроизоляция. Вот так намазали ее. И таким, значит, шпательком, аккуратненько. Ну, здесь многовато, конечно. Но кашу маслом не испортишь. Вот. Значит, замазываем ее. Вода сюда уже не проникнет. Значит, почему я так уверенно говорю? А я сейчас вам покажу. Вот, видите, все. Все очень хорошо, великолепно замазано. Пускай высыхает. Чем хороша эта штука? А потому что, в отличие, значит, от всяких герметиков, она действительно держит. Как результат, вот посмотрите, пожалуйста. Как результат можно привести очень хороший пример. Вот, леечки пять лет. Пять лет, значит, весной, значит, она у нас здесь. Ну, вот, истерло все начало, значит, вода просачивается. Маленькие отверстия. Значит, взяли вот этой штукой, замазали. Сезон отходило. Сезон отходило. Но, я думаю, еще отходит не один сезон. Пользуйтесь, вместе с нами работаем, улучшаем наш огород. До свидания. Сезон отходило.